Здравствуйте! Сегодня у нас в студии в гостях председатель комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития Организации Обороны Промышленного Комплекса Российской Федерации, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенёв. Владимир Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! В конце августа в Рощинском проходила форум «Армия-2021». Мои коллеги, в том числе журналисты, активно освещали этот форум и масштаб поражал. Более 50, если не ошибаюсь, единиц вооружения тяжелой такой техники и более 150 единиц стрелкового оружия было представлено, зная, что участниками форума «Армия» были в том числе предприятия, которые входят, если не ошибаюсь, в Союз Маш России, причем именно Самарское отделение. Вот расскажите об этом. Зачем было нужно это участие в форуме? Ну, в этом году действительно в парке «Патриот» проходил форум «Армия» в ином, более широком масштабе, причем это касалось не только выставки, но и деловой программы. Четыре дня деловой программы были очень насыщены на заседаниях экспертных советов, различных комитетов. И рассматривался очень широкий круг вопросов от экспорта вооружений, от диверсификации, то есть перехода на гражданские рельсы ОПК, заканчивая теми проблемами, с которыми нам приходится сталкиваться, в том числе из-за позиций Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, так называемый углеродный налог. Предприятия оборонки все активнее и активнее выходят на гражданский рынок, поэтому те меры по сдерживанию нашей экспансии за рубеж, конечно же, нами должны очень тщательно рассматриваться. И, конечно, на выставочной площадке были представлены все ведущие компании, они практически все являются членами Союза машиностроителей России, как правило, это производители финальной продукции, бронетехника, стрелковое оружие, самолеты, ударные комплексы, конечно же, это и системы связи, практически все то, что летает, стреляет, плавает. Очень много было интересных новых боеприпасов, новейшие беспилотники вызывали очень большой интерес, ну и, конечно же, отдельный был павильон, это корпорация тактическое ракетное вооружение, в состав которой входит наш самарский салют. Сегодня с утра его посетил, поговорили с руководством о новых планах, новых контрактах. Так вот, для чего это проводится? Проводится для того, чтобы дать новый импульс как поставкам в рамках гособоронзаказов, так и иностранным заказчикам. В рамках форума было заключено только озвученных соглашений более чем на 2 миллиарда евро, это 2 миллиарда 300 долларов. То есть это такая бизнес-площадка, да? Да, конечно. В первую очередь это и бизнес-площадка, с другой стороны это мощная коммуникативная среда, в результате диалога на которой рождаются новые продукты, очень серьезные. По ряду направлений ино-заказчик может формировать и опережающие исследования, в свое время как создавался панцирь, комплекс ближней защиты от воздушного нападения. Это одно из арабских государств оплатило и профинансировало поисковые, научно-конструкторские работы и в результате родился замечательный комплекс, который в модернизированном виде поступил на вооружение в российскую армию, а в первоначальном экспортном варианте обеспечивал высокую доходность. Так вот, концерн тактического ракетного вооружения, который демонстрировал много новых разработок, это от Циркона до Авангарда, причем в натурном виде, вызывал очень большой интерес. Есть структуры технодинамика, входящие в Ростех, у нас тоже есть в Самарской области предприятия, входящие в этот вертикально интегрированный холдинг. Конечно же, наши авиадвигатели-строители, Кузнецов входит в объединенную строительную корпорацию, там тоже фантастическая экспозиция была, которая в дни обычных посещений, когда любой обыватель мог приехать, причем вместе с детьми, познакомиться с выставкой. Для детей там была своя завлекаловочка, это выступление служебных собак, 9 служебных пород, от бельгийской овчарки до черного терьера. Показывали не только, конечно же, дети, а многие взрослые демонстрировали восторг и эмоции больше, чем даже их дети, поскольку собаки не только выполняли разнообразные служебные команды, но и цирковые трюки. Как говорили кинологи, настолько разумные животные были получены в результате селекции, что невозможно остановить их процесс развития, поэтому им придумывают все новые и новые, все более сложные задачи. То есть форум удался и со стороны контрактов, и со стороны очень красивой картинки, которая позволяет нам понимать, что мы действительно по очень многим направлениям не просто лидеры, но лидеры, ушедшие в отрыв на 5-7 лет. Ну вот форум, правильно вы сказали, это еще и красивая картинка, помимо всей договорной истории, которая происходила для родителей, для детей, понятно, что это еще возможность везде полазить, везде пофотографироваться. И руками потрогать. И руками потрогать, да, и как-то поспрашивать вообще об этом. А для предприятий, ну и наладить какие-то между собой связи. А есть ли у нас вообще конкуренция между оборонными предприятиями, которые работают на эту сферу, между ними? Вот, понятно, что все готовы, хотят получить новые заказы. Конкуренция есть, и она должна быть в первую очередь между научными школами, там, где формируется идеология нового оружия. Есть конкуренция и среди исполнителей, но в последнее время государство проводит очень грамотную политику по снижению издержек. И наши предприятия Самарской области в этом активно участвуют. Вот мы говорили о предприятиях, входящих в холдинг Объединенная Двигательная Корпорация, куда входит наш Кузнецов. Раньше были заводы полного цикла. От литейки, гальваники и до, я не знаю, финальной продукции. То сейчас в рамках ОДК сформированы 7 центров специализации, каждая из которых должен обеспечивать не менее 80% поставки определенной номенклатуры. То есть для различных финальных продуктов, различной номенклатуры, одну и ту же комплектующую делают не разные заводы, а один. Это позволяет загрузить высокотехнологичное и современное оборудование, ну, близко к 100%, соответственно, снизить издержки и, как следствие, повысить зарплату. Я считаю, что одна из основных проблем – это конкуренция на рынке труда. Особенно это касается специалистов по станкам, специалистам по IT-сфере. Трудно конкурировать с банками, которые имеют фактически неограниченный финансовый ресурс, в том числе и по зарплате. Да и, в общем-то, недоплачивается специалистам, на мой взгляд, довольно много. Понятно, что сейчас мы выходим на более высокие зарплаты. То, что мы смогли удержать объемы экспорта оружия, а портфель заказов у нас традиционно не опускается ниже 50 миллиардов долларов. В год мы продаем оружие за рубеж на 14-15 миллиардов, несмотря на санкции, несмотря на различные попытки сдержать наш экспорт. У нас даже в этих объемах расширяется география и количество стран. Это тоже очень важно. И то, что в рамках форума армии, а до этого на МАКСе были заключены целый ряд новых больших контрактов – это очень хорошие новости. Но еще более радостно, я считаю, то, что наш авиапром вышел на новые образцы, в том числе есть готовность уже полная и по МС-21, и по новому транспортнику в новом виде 76-й, 476-й. И получены подтвержденные объемы от Минобороны нашими ульяновскими коллегами в кооперации, с кем мы участвуем, на 150 машин. Это огромный заказ. И президент подтвердил, что до 2030 года в российский авиапром будет выделено триллион 850 миллиардов рублей на закупку более 700 самолетов и вертолетов. То есть от модернизированного сухого суперджета МС-21, Л-410, легкого Байкала, заканчивая широкой линейкой вертолетов. То есть это не те деньги, которые останутся в национальной экономике, не пойдут на Боинги и Аэрбасы. Это новые рабочие места, это более высокая заработная плата. Это большие радостные новости. Ну вот таких вот глобальных тем, перейду, наверное, к такой маленькой, которая касается только Самары. Еще одно событие я хотела позатронуть. Вы его анонсировали, когда были в июле у нас в гостях в программе интервью, как раз в этой же студии. В Самаре появились новые пешеходные переходы, оснащенные электротехническим оборудованием вообще нового поколения. Один из них как раз вот наш верник. А что это такое? Расскажите, в чем уникальность была техническая? Ну, во-первых, не один, а два. Это шверника 16, шверника 19, класс 149 школы, и выбор был не случайный. Ну, во-вторых, и основное, это то, что предприятия оборонки все более и более активно переходят на выпуск гражданской продукции. Самое разнообразное. Это вот как раз диверсификация, о которой мы говорили, да, термин такой. Президент сказал, к 2025 году 30% доля гражданской продукции должна быть в оборонке, к 30-му 50%. Мы идем сейчас с солидным опережением. Уже сейчас более 34% в том же Ростехе. И судостроители, и авиастроители, я думаю, буквально через 3-4 года досрочно выйдут на 50% объем. И продукция самая разнообразная. От бытовой техники до электротехнического оборудования, от медицинской техники до светотехнического оборудования. И видя опытные образцы на предприятиях, которые входят в Союзмаш, я, исходя из корыстных интересов нашего родного региона, говорю, ребята, подарите нам что-нибудь за бесплатно. И вы знаете, в большинстве случаев щедрость наших членов, ну, конечно, знает границы, но на нас эта щедрость распространяется. Это касается и различного медицинского оборудования, которое регулярно мы передаем. В данном случае я увидел на выставке новые разработанные светофоры, переходы, новое светотехническое оборудование, очень красивое и очень эффективное. Наверное, неправильно сказать, что у нас ситуация более сложная, чем в других регионах, но, тем не менее, у нас тоже есть проблемы, несмотря на то, что за последние годы Дмитрий Игоревич и его команда значительно улучшили ситуацию с безопасностью дорожного движения. Очень много сделано. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, это касается в первую очередь детей, особенно после длительных летних каникул, после той удаленки, на которой они учились, что сентябрь, как правило, очень травмоопасен. И внимание теряется у детей от выкрепления в деревне. Конечно, навыки, забывают правила. И вот эти наши гаджеты, когда детишки идут в капюшонах, в наушниках, не слыша сигналы автомобилей, а еще и по дороге играя в телефон в различные игры, залипая на экране, то, конечно же, возрастают риски. И не случайно во всех самарских школах, как правило, в первые дни занятий, ребятишкам освежают в памяти, как надо соблюдать правила дорожного движения. И поэтому мы обратились в администрацию Самары, мы обратились в наше министерство транспорта с просьбой дать рекомендацию, в каком месте существуют наибольшие угрозы и где были случаи автотранспортных происшествий, в том числе и повлекшие проблемы для людей, которые попадали в подобные проблемы. Нам был порекомендован узел в районе улицы Шверника, где, с одной стороны, есть крупные школы, поликлиники, больницы. Есть довольно серьезный поток, который было бы правильно с использованием современного оборудования сделать более безопасным. Поэтому мы с весны, а это процесс довольно серьезный, даже несмотря на то, что вроде бы кажется, что переход не столь сложное сооружение, но согласование и с ГБДД, определенные действия проектного института, мы это все подготовили. И к первому сентября работы были закончены. Я специально проехал и был поражен, как красивой гирляндой, вот прямо на этой не самой освещенной улице. Издалека был виден переход, специальные сигналы предупреждающего светофора, подсвеченные дорожные знаки, свежая разметка. Не менее красиво эти переходы смотрятся и днем. И у нас было общение с детьми из 149-й школы. Конечно, учительский коллектив большие молодцы. Они с ребятами провели и регулярно проводят беседы о правилах дорожного движения, причем мобилизуя для этого еще и родителей, что немаловажно. И для того, чтобы, как говорится, усиленная работа мозга требует сладкого для стимулирования. Поэтому мы попросили наших друзей, изготовили два больших, очень красивых торта, где художники-кондитеры не только изобразили два этих перехода с дорожной разметкой, с остановившимися около этого перехода автомобилями, но и с фигурками детей, взрослых. Это как раз была такая история, когда фиксация произошла на всех уровнях. И светофоры увидели и тортик, который напоминается. Ну и подсознательно закрепили. Да, и подсознательно закрепили. Я так понимаю, история с этими светофорами, это достаточно дорогостоящая. Если можно, хоть какие-то цифры вообще сказать? Ну, как бы шелла. Один такой переход стоит от полутора до двух с половиной миллионов рублей. Но если мы будем оценивать здоровье, а порой и жизнь наших сограждан, то здесь, конечно, любое сравнение некорректно. Тем более, что за относительно короткий промежуток времени эти затраты окупаются. Но в любом случае, Самара очень активно сейчас вкладывается в различные средства сокращения аварийности, травматизма. Это и подземные переходы, и надземные переходы, пешеходные дорожки, светофоры нового поколения, которые позволяют гораздо более эффективно регулировать дорожное движение, особенно в условиях плохой видимости, дождя. Я считаю, что это очень правильная и грамотная политика не только городских властей, но и команды губернатора. И это именно те инвестиции, которые с торицей окупаются. Ведь важнее жизни и здоровья жителей и наших детей, наверное, нет ничего. Ну и еще немаловажный момент, что это именно оборудование наше, отечественное, то есть компания, которая входит как раз в Союзмашу России. Да, конечно, это тоже важно. Это конкретная компания, это Уральский оптикомеханический завод, он входит в холдинг Швабы, а тот в свою очередь в госкорпорацию Ростех. И нам очень важно, чтобы из нашей страны не просто деньги не уходили, а чтобы наша продукция продавалась за рубеж, и сейчас объемы этих продаж очень динамично растут. И возвращалась в наш дом с ломкой монетой, которые бы шли на решение, в том числе и в социальных задачах, о которых мы говорили. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо, что были у нас сегодня в гостях. Вам спасибо за интерес к этой теме. Спасибо. Я напомню, что сегодня в студии губерния был председатель комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития Организации оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, первый вице-президент СМС России Владимир Бутенев. Всего доброго.